Окей, друзья, у нас завершающий доклад, я понимаю, что вы устали, я устал, у меня уже было два тема, на самом деле, она немножечко противоречивая, будет трудно, если вы со мной поспорите, согласитесь или не согласитесь, по времени, я думаю, минут за 20 у тебя справлюсь, то есть это минимум следующий слайд, так я думаю, в этом сильно интересовался, но там, да, хорошо, так, только сцена, я так понимаю, вот, Начнем с того, что, в ходе данной информации, Volkswagen, знаете, да, Volkswagen, в машинке, решил вложить 9 миллиардов, это единственный цикл, которые здесь будут, 9 миллиардов денег в разработку, в инхаус-разработку, то есть, чтобы интернализировать ресурсы, чтобы у них были свои девелоперы, тестировщики, чтобы их можно было наказывать или заставлять работать, и они хотят, чтобы у них там 60% технологий к 25-му году производилось внутри компании, и для этого они хотят выгонять до 10 тысяч долларов, это такова мысль, надо думать, потом мы вместе с вами прикинем, почему это опасно, это опасно, но хорошо, Сначала обо мне, почему я могу вообще говорить о теме аутсорсинга, не аутсорсинга и, в принципе, компаний, бизнесов, которые пользуются их услугами, потому что я успел побывать в двух мирах, я последние лет 7 четко в аутсорсе, в аутсорсерах работаю, в аутсорсерах работаю, в аутсорсерах, нет, я даже не говорю, что-то много, и последние 2 года я работаю как тренер компании «Скам Украина», консультирую различные маленькие компании, телекомы, банки и многие компании, которые пользуются услугами других аутсорсеров, поэтому я знаю, о чем я говорю, и я здесь буду, вот маленький дисплеймер, я здесь буду говорить с точки зрения больше бизнеса, как они это все воспринимают, какие у них риски, но мы также подумаем, что делать и аутсорсером, и бизнесом, как выглядит аутсорс в идеальном мире, мы, допустим, владеем бизнесом, у нас есть денежки, и мы понимаем, что нам нужно решить какую-то проблему с помощью нанять каких-то умных ребят, фриков, которые придут, нам быстро все это напили, как это будет происходить? У нас есть проблема. Мы смотрим на рынок, выбираем аутсорсеров, а аутсорсеров мы как выбираем? Вопрос про тендер. 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 Кто нам круче, больше всего пообещает? То есть дешевле всего, класснее, все такое. Вот, то есть по факту, что нам больше наобещает? Потом, как мы это все видим, мы говорим, что им делать, контролируем процесс, который, конечно же, очевиден, прозрачен, предсказуем и прочие сказки, и в конце мы получаем профит, продукт, который мы попросили в ожидаемые сроки, с ожидаемыми качествами. Видишь, люди уже улыбаются, которые сели на этом собаку и понимают, что этого не произойдет. Да, этого не происходит, но не провиняя аутсорсеров. Дальше что происходит? Как на самом деле, да, реальность? Компании, мы на этом статике задерживаемся, поэтому у нас еще будет время для всех рассматривать. Это, конечно же, гнев, да, наша компания? Кто-то взглеснул. Знаете, вот, ожидание и реальность из того, что я видел. И часто продаются, как продаются команды TheCalf. У нас есть обалденная agile команда с профессионалами, мотивированными. Вы им только скажите, что делать, и они вам все запилят в себе классно. Это как продается. Как реальность? В реальности у вас набирается команда из людей, по принципу, как бы подешевле. Джуников часто продают как мидлов. В принципе, если прокатиться, то им можно помочь пройти еще собеседование, какой-нибудь клиент или не показывать. То есть у нас получается волшебным таким образом плюс один уровень. Плюс у нас команды не 9 сеньоров этим людям. Это очевидно невыгодно на самом деле. У нас получается команда из одного сеньора, лидера, который будет всех учить, рассказывать, подтягивать и всем заправлять. Опять-таки, дисклей. Это не происходит, потому что какие-нибудь аутсорсеры, они такие злые, плохие, коварные. Нет. Такой бизнес. И на самом деле аутсорсинг, это достаточно низкомаржинальный бизнес. То есть по-разному. Данным я слышал там около до 10% маржинальности. То есть это не то, что люди прям гребут лопатами золотые горят. Нет. Это не происходит. И чтобы компания оставаться на плаву, нужно строить такие структуры. Дальше. Проблема, с которой я лично столкнулся. Фокус на человека часах, а не на ауткам. Что такое ауткам? Как вы думаете? Результат. Да, результат. Освязаемый. Что у нас получается? Как заключается контракт? Записывается количество часов и билится по часам. А потом условно. Ну и проект. Приходит, я не знаю, какой-нибудь условный скромастер. И говорит, а вы знаете, у меня классная идея, как сделать просто функциональную команду. Все здесь оптимизировать. У нас часть идеи вообще не нужна будет. И даже скромастера со временем, если не каждый будет работать со своей командой, окажется так, что вам не нужен скромастер на каждую команду. Вам нужен один скромастер на две, на три команды. Это будет хватать вот так вот. Но этот скромастер, он не пойдет в бизнесу. Говорит, вы знаете, мы можем сократить парочку скромастеров. Потому что он придет на следующий день и получит по башке от денег на своем. У которого идут, идут, нормально билятся часы. Опять-таки, системно так заложено. Такие дисфункции. Трежний момент. У вас часто очень проявляется такое перетягивание. Вот есть мы, а есть они. То есть мы это... Ну все же себя видят как героями, правыми всегда. То есть они сидят, работают, стараются. Вот этот нередивый заказчик не понимает, что он хочет. Ни вегру, ни еще что-то. А у заказчика точно такая же картина, только от зеркальника. То есть вот он старается, он вам рассказывает. А вы его не понимаете, делаете какую-то фигню. Почему вы пишете багги, если можно без багов? Почему он еще за эти багги должен платить за этот фигбагг? Вы же их сделали. Начинаете перетягивать, да, поле какого-то. Начинаете перетягивать. Это большая проблема, что, чтобы померить вот эти два лагеря, уходит колоссальное количество ресурсов. Особенно, если это еще оверсеезд где-то. Кто-нибудь там в Калифорнии, а вторая часть в Украине даже тоже. Они почти не пересекаются по часам, попробует подружить. И четвертая проблема это communication headache, так называемый. Когда у вас, чтобы подружить эти стороны, правильно передать сигналы. Я буду корректен по Феликсу Морозовскому. Чтобы правильно передать сигналы и интерпретировать информацию получить, возникает такая целая огромная структура менеджеров, аналитиков, коучей, кого угодно, которые пытаются эту всю систему подружить. А со стороны клиента, кстати, есть такая позиция, как провайдер-менеджер, насколько мне известно. То есть это человек, у него задача просто контролировать провайдера. Там очередной зип-пам, цикл, софт, еще кого-то. То есть это чисто позиция, заводится, чтобы все, чтобы он менеджер этого провайдера, давал ему по голове, когда нужно, контролировал. Это, опять-таки, дополнительные расходы. Что делать? А, нет. Что делать будет чуть позже. Ситуация реальная с одного банка, с которыми они давно работали. Что они сделали? У них было несколько систем. Допустим, у них там отчетность, одна система, вторая безопасность, третья система скидокрации, и четвертый уголтерия. Неважно в чем, какие они были на самом деле. Но смысл в том, что в 2009 году они наняли условный контролирование, он пришел, сделал эту задачу. Через два года они наняли победил, был Эндер и Люксофт, через данный счет победил тот цикл, неважно. А потом, год назад, они попытались это все подружить. И там ушел новый закон, который требовал изменений на всех этих трех частях. Вы представляете, с каким адом пришлось столкнуться Медеджментом, чтобы подружить эти системы, внести изменения в каждый из них, который работал со своим стеклом технологий, со своими правилами и прочим прочим. Это очень гибкая система получается. Что нужно делать? Надеюсь, мы сейчас, уже в принципе, буквально 3-4 слайда осталось. Что делать со стороны компаний, которые пользуются услугами аутсорсера, а потом мы поговорим, что делать аутсорсера. Вам очень важно, кстати, кто здесь аутсорсер в бизнесе работает? Поднимите руки. Так, хорошо, подготовлено. Окей, вам повезло больше. Хорошо. Ну и все айтишники. Здесь есть кто-то не айтишник? Не айтишник? Есть. В данный момент не войти. Что-что? В данный момент не войти. Не войти. Ага, хорошо. Смотрите. Важно понимать, что сейчас айти везде. Это инструмент. Если у вас, у вас может быть маркетинг, у вас могут быть какие-то прямые продажи, у вас может быть там CRM-система, что угодно. Чтобы достигать какого-то результата, вам почти всегда нужны айти какие-то системы. Важно понимать, что так или иначе в цепочке доставки ценностей будет идти. Что нужно делать? Для начала вам нужно нанять, найти или выразить локальных экспертов. И держаться за них. Я не знаю, паспорта забрать. Как-то угрозы, шантаж, еще что-то. Лучше по-доброму мотивировать, конечно. И холить и клевеять, чтобы они начали копить хоть какую-то экспертизу и понимать, как у вас работает система. И очень следить, как я говорил, за их техниками. Это эволюционное развитие, как я и выгнал опять-таки. Затем второй этапом может быть, во-первых, понять свои продукты. Но то, чтобы понять свои продукты, у многих менеджеров, топ-менеджеров уходят месяцы просто грязни на то, чтобы вообще понять, а что они делают, для кого это и где проходят границы. Это один из самых сложных вопросов консалтинга. Огромные компании, они как лайнеры. Они очень не поворотливы, они очень зарегулированы. И они на самом деле благодаря этому и выросли, что у них появились какие-то регуляторные ограничения, чтобы, скажем так, хаос просто не разорвал систему начальства. То есть это нормально тоже. Но если они хотят быть гибким и быстро учиться развиваться, нужно либо полностью свою структуру изменить, это обычно рисково и сложно, либо начать с маленького. Взять здесь маленькую лодочку и сказать, друзья, вот вы наш стартапчик, мы вас фонсируем, мы вам даем свободу действовать так, как вы хотите, ну, в каких-то разумных пределах. Вот у вас такая цель, вперед, копайся. Собрать команду вокруг этих продуктов очень важно. Можно взаимодействовать с аутсорсерами даже, аутстафферами, как угодно. Кстати, кто знает разницу, аутсорс, аутсап? Давайте так, кто... Как бы так спросить. Кто думает, что знает разницу. Да-да-да, точно. Я думаю, что это правда. Ну, в моем мире аутсорс — это когда вы говорите, окей, вот мы решим этот вопрос, берете задачу и решаете ее своими ресурсами. Когда аутстафф — это вы просто отправляете людей работать в структуре заказчика. Как вы думаете, какая структура более здоровая? Вот этот формат взаимодействия. Выгодно и безопасно для клиента. Вопрос хороший. Скорее всего, аутсорс. А? Ну, в общем, согласен. Итак, мы еще к этому и вернемся. Запускать параллельную разработку и пытаться их перенять. Вот это очень важно. Пытаться перенять максимальное количество экспертизы и, наверное, даже культуру, если ее стоит перенимать. И в конце, в конце со временем опять-таки создать все необходимые условия для жизни акишника. Если у вас куча денег, то прям купить можно какую-то компанию. Вот, особенно если у них уже нормальная культура. Это самый простой вариант, наверное, будет. И многие компании так и поступают. И развивать свои выборы самостоятельно. Что делать аутсорсеры? Самый простой вариант. Но такой, наверное, срочный. На самом деле, многие компании аутсорсеры, с теми, которыми я компенсирую, общаюсь с людьми, они понимают, что в некоторых это не очень маржинальный бизнес. Во-вторых, они понимают, что у конференции бешеная, дальше она будет только расти. Поэтому они уже перестраиваются. Как вы думаете, куда? Слажна? Так, куча идей, все оставим. Да, часто продукт в то, чтобы решать какую-то проблему. Либо они уже конкурируют на каких-то... В областях не просто написать под дешевле всего, а грамотнее всего решить вообще запрос клиента, выяснить запрос клиента и помочь ему достичь какой-то цели. Там больше маржин и более долгосрочно. И, наверное, это правильный подход. В принципе, аутсорс-компании могут быть нормальным решением, если вы понимаете риски, неусловно, как антибиотики. Вам вот здесь час или визболивающий, у вас там болит нога, выпили визболивающего, дошли до врача. Вот в таком формате это нормальное восприятие. Если вы постоянно живете на антибиотиках, наверное, с системой что-то не так, и рано или поздно вы не пожалеете об этом. Консалтинг-ментеринг. Многие компании сейчас заводят консультантов, развивают, и банк в том числе. Они собирают там, особенно технорей, архитекторов, развивают такие компетенции, которые консультируют либо клиентов, либо проекты, которые уже в процессе разработки будут. И с их помощью они прокачивают компанию. И это тоже, на самом деле, целая ветка бизнеса. Во мне, кстати, очень маршинально. Четвертый вариант, кто недочитал, чтобы расширять существующую разработку. То есть подключаться к командам, и плечом к плечу командам со стороны клиентов. Да, и плечом к плечу с ними работать. Я так работал. Достаточно хороший получился союз. Там три команды было в Европе, и три команды со стороны Дипана. В основном в Украине. Отлично работали, почти не мешали друг другу. На самом деле, чему-то мы в них получили, и с чему-то мы их получили. Очень продуктивный получился обмен. И последний вариант, на самом деле, который тоже почему бы нет вариант, это Outstaff. То есть меняется формат, когда вырастет этих экспертов, и просто отправляется работать внутри компании. Той, которая их нужна. Вопрос теперь к вам. В чем опасность? Уже почти в конце. Подходы перед вами. Смотрите, что они делают. Они умеют разрабатывать. Ну и вообще. Не понимают, возможно, что тут пройти. Они говорят, у нас есть куча денег. 9 миллиардов. Давайте мы наберем 10 тысяч девайдеров, и начнем. То есть они только 10% сейчас делают разработки. И вырастим до 60% разработки в 25-м году. Какие опасности будут? Непонятно зачем? Непонятно зачем? Зачем они хотят инхаус-разработки делать? Ну, там было, в принципе, я пару слайдов об этом говорил, как раз зачем. Я не знаю конкретно, может быть, в их случае, зачем. Но я понимаю, какие риски они могут исследовать, чтобы убрать в будущем. Опять-таки быть более гибкими. Контролировать в том, что он в системах. Это может быть вопрос тоже секьюрити. Викрытость информации. Ага. Ну, скажем так. Решение принято. Какие риски? Что им не понадобится какой-то другой человек? Может быть. Еще. Управление. 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 Что если тот же Scrum? Если вы сейчас делаете некачественное говно, то Scrum вам поможет делать некачественное говно быстро и интеративно. Вот здесь такая же проблема. Если в компании нет грамотных экспертизий, если в компании нет грамотной культуры взаимодействия, если у них структура, например, функциональная, где у вас там 100 500 делов из тестировщиков, 100% из девелоперов, если они просто доберут количеством 10 тысяч людей сюда нанимут, то у них получится полный хаос. И очень важно, с моей точки зрения, классно, конечно, сидя в Киеве и советовать, в Хэнсвайне нужно это делать, но я бы им советовал сфокусироваться на том, чтобы вот эти 10% были идеально, у меня и другие какие-то эксперты, подключить аутсорсеров к аутстайперам, наладить свои системы CICD, инвестировать в качество кода, и потом потихонечку ровно нанести, потому что иначе они просто могут рухнуть. И на этой замечательной ноте, номер 1 заканчиваем, если что, добавляйтесь к кому-нибудь в фейсбуке, и момент рекламы. У нас будет фокап-найт через две недели, как у нас у компании «Скам Украина». Фокап-код сканируйте, если кому интересно, там мы будем делиться многими личными фокапами, которые мы видели на проектах, будет интересно. Все, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одни вопросы, комментарии, соответственно, для главы, еще один риск, который я вижу. Буду только на… Где? Для «Польсвайга», когда у тебя люди в штате, и там, у нас какого-то, программы класса, политическая, они хотят больше бюджета, они хотят на лестнице, они не могут перейти, там, по своему начальству, серию, это так. Они в боеполитической середине. А в основном, все равно это легче. Другая компания, контрактные взаимосты. Легче перечить начальство, или что? Да, да, да. Другие контрактные взаимосты, они вот тут знают, что уходит на контракт, а внутри одной структуры, окей, если я скажу своему начальству, что мы не успеем, ну, начинается другая тоника. И это чувствуется, и тогда как-то, и она застается, то есть, сложнее этим управлять. Ну, я со своей стороны дополню, я как раз таки вижу и другую риску еще. Со стороны аутсорсеров, очень часто боятся, либо перечить, либо сказать, что что-то не так, потому что, вот отношение, я там заказчик и дурак, потому что мы тебе даем деньги. То есть, ну, окей, с двух сторон, с двух сторон риски есть, да, согнушимся. То есть, если организация должна оставаться, там, человек должен сидеть, избежать, аутсорсера можно поменять. Да, да, если они нравятся, как я думаю. Готовы идти, уважаемый человек, ну, конечно, мы будем отражать, и сказать, что мне спорно. Ну да, тем более, что я знаю, что у них там, некоторых людей, просто не могут упорить. Вот и все. С аутсорсами, конечно, так легче, тем более с нашими форматами ЧП. Окей, еще вопросы в комментарии. Друзья, я вас поздравляю, субботы вечером. Давайте отдыхать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok